В минувшую пятницу в городском дворце культуры прошел смотр профессионального мастерства профи-2019. Отдел по делам молодежи администрации Харциско, заручившись поддержкой Министерства молодежи спорта и туризма ДНР, уже второй год подряд проводит конкурс, который в нынешнем году удалось поднять на республиканский уровень. О молодых профессионалах далее в сюжете. Правильно выбранная профессия – залог успешного будущего, считают специалисты отдела по делам молодежи Харциской администрации. Принять участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства профи-2019 было предложено молодым людям в возрасте от 25 до 35 лет. Рассказать о своей профессии вызвалось 10 конкурсантов. Среди них учитель изобразительного искусства, культорганизатор, журналист, помощник машиниста, электровоза, воспитатель детского сада, директор школы, специалист ландшафтного парка, бариста и визажист-стилист. Цель макияжа для визажиста – это сделать красиво, сделать то, что хочет клиент. Но миссия – это немножко другое. Хочется доставить человеку позитивные эмоции, угадать его душевное состояние, что ему нравится. Это сложнее немножко, но это доставляет мне положительные эмоции, радость, когда я вижу, что я угадала с образом, и когда девушка уходит от меня довольная, красивая. Сегодня я представила детский сад номер 25 «Чайка». Я сегодня рассказала о своей профессии, почему я выбрала ее. С самого детства я знала, что это моя профессия, что у меня лежит к ней душа. Конкурс был разделен на две части – визитку и мастер-класс. Участникам предлагалось продемонстрировать преимущества своей профессии. Конкурс проходит при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Также конкурс проходит в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В этом году у нас принимают участие различные молодые специалисты, то есть профессии не повторяются, профессии по-своему важны, по-своему интересны. В последние несколько лет широкую популярность в молодежной среде приобрела профессия баристы – специалиста по приготовлению кофе. Сегодня мы рассказывали о том, насколько сейчас популярна профессия бариста. 10% населения России и Донецкой Народной Республики употребляет зерновой кофе. Это говорит о том, что рынок свободен, можно развиваться еще лет 15-20. И бариста – очень крутая профессия тем, что мы психологи. То есть к нам приходит клиент, наша задача его разбудить, рассказать о кофе, да и просто пообщаться с людьми. На конкурсе были представлены и вполне традиционные рабочие специальности. У меня самая интересная профессия из всех, потому что все вокруг организаторы, учителя. Это рабочая профессия. Я – помощник машиниста электропоезда. Выбрал я ее, опять-таки, как я уже рассказывал сегодня, это романтизм, это престижность профессии. Это, ну, в нашем городе это не так развито, но весеноватый в городе лавайский герой – это еще, как говорится, наследственность поколений. Потому что очень многие работают уже четвертое поколение жидорожников. Например, у меня дежурный по ДПО сейчас, у него еще прадед был машинистом на паровозе. По решению жюри все участники конкурса стали победителями в отдельных номинациях. Гран-при «Профи-2019» единогласно было присуждено Андрею Подколзину – культорганизатору Харцизского городского дворца культуры.